Всем привет! Добро пожаловать на канал. Здесь решаем задачи лид-кода. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Сегодня решаем задачу 34 уровня Medium. Найти позицию первого и последнего элемента в отстартированном массиве. Дан массив целых чисел Nums отстартированный в неубывающей последовательности. Найти позицию первого и последнего элемента, заданного переменной таргет. Если элемент не найден, возвращаем минус 1,1. Необходимо решить алгоритм за O от log от N. Решение данной задачи достаточно простое. Для начала найдем индекс элемента target в любой позиции. Для этого воспользуемся бинарным поиском. Для него заведем левую и правую границу. Это будет 0 и длина массива минус 1. Далее пока правая граница меньше, левая граница меньше, левая граница на правой. Средний индекс это левая граница плюс правая пополам. Если значение по этому индексу равно таргету, то заведем переменную, которая отвечает за то, найден ли элемент или нет. По умолчанию false. И если значение равно, то это переменная found равно true. Прерываем цикл. Иначе, если значение нам с от M больше, чем таргет, значит, надо сдвинуть правую границу влево от M. То есть R равно M минус 1. Иначе сдвигаем левую границу. Она будет равна M плюс 1. После цикла проверяем, что элемент найден. Если он не найден, возвращаем минус 1, минус 1. Теперь, если элемент найден, то его индекс будет переменной M. Устанавливаем левую и правую границу равную M. Далее двумя циклами будем сдвигать последовательно левую и правую границу. Пока она равна переменной таргет и так же пока оба индекса в пределах массива. То есть для левого индекса проверяем, что L больше, чем 0. И пока значение равно таргету сдвигаем левую границу на единицу. Аналогично для правой границы. пока правая граница меньше, чем длина массива. И значение правой границы равно таргет. Двигаем правую границу на единицу. Теперь у нас левая и правая границы отличаются на единицу от искомого числа. То есть левая меньше на единицу, правая больше. Поэтому чтобы вернуть надо к левой прибавить единицу, а к правой вычесть единицу. Это будет наш исходный диапазон. Попробуем запустить тесты. Тесты прошли. Проверяем решение. Решение принято. Все отлично. Всем спасибо за просмотр.